Сегодня я покажу не только необычные находки простых людей, а и посмотрим, сколько некоторые стоят и как их продают почти в реальном времени. Первую находку парень поднял в Сталинграде. На что похоже? Да, верно, это кошелек. Кошелек немецкого солдата. Смотрите, что в нем было тогда. Больше 10 монет. Но заметьте, не все монеты Германии. Вот это, например. Разве это не монета Польши? Выходит, в то время ходили разные деньги. Все принимали. Также была иконка. И часть то ли булаты, то ли застежки от чего-то. И маленький ключик. Наверное, от чего-то очень важного. Да, все нам показал не сам поисковик, а его знакомый, которому друг все подарил. Ну а вот, смотрите, какой тайник, ну или точнее чью-то коллекцию, нашел парень в Чехии. Все было найдено в коробочке. Содержимое было завернуто в тряпку. Конечно, время внесло свои коррективы. Но для находок, которым так много лет, знаки еще и неплохо сохранились. Замечу, по периоду они разные. Основная масса от 20-х до 40-х годов 20-го века. На некоторых даже видно остатки ленты. Есть один, даже вот такой вот. На нем стоит дата 1896. Вот лично я такой вижу впервые. Хотя ради справедливости замечу, я почти все здесь вижу впервые. Так как я копаю по царям. Так что если вдруг кто-то признал какой-то знак, пишите, уверен, интересно не только мне. А как находки оказались в земле? Ну так война была. Может человек спрятал в надежде забрать. Потом. Но что-то пошло не так. Куча знаков это, конечно, хорошо. Но вот и такое находят люди. Где? Да кто же нам скажет? Это тайна. По той причине, что эта награда стоит очень больших денег. И вот она прямо сейчас. Реально продается на аукционе в Виолике. Да, сейчас там люди пытаются ее купить и делают ставку. Вот, посмотрите, сколько уже набросали. Ссылку на торги оставлю под видео, чтобы некоторые умные не сказали, что это все монтаж, я все придумал. Ну все как всегда. Зайдите и проверьте, кому надо. Да, торги заканчиваются 12 декабря. Да, замечу, это уже больше 6000 долларов. Может кому-то надо? Хотите купить? Понимаю, возникает логичный вопрос. Что за награда? За что такие деньги? Это медаль из золота 900 пробы. Она посвящена победе жеребца по имени Небесный на скачках. Про это даже есть в газете «Киевлянин» от 1905 года. Эту медаль вручили владельцу этого жеребца. На медали, с одной стороны, даже есть про это гравировка. Ну и родословная победителя. Да, кто хочет подробно узнать про эту награду, ссылку оставлю тоже под видео. Это новая услуга. Вы можете, так сказать, заказать видео-обзор своей находки. Того, что хотите продать, но чтобы продать в разы дороже. Да, с затертыми медьяками это не работает. Вся информация, что как работает, сколько стоит, есть по ссылочке в описании. Главное, это работает. Цена на медаль тому доказательство. Кто находит редкие медали, а кто находит редкие автомобили. А точнее, у нас модель Ford T 1914 года выпуска. На то время это авто для среднего класса. Автомобиль не эксплуатировался с 1933 года, представьте только. Обратите внимание, какая бескамерка стоит. Ей не страшны никакие проколы. Сохранился даже номерной знак, номер кузова и двигателя. Благодаря этому удалось установить, что и двигатель собран в 1914 году. Авто, так сказать, в оригинальной комплектации, но время, конечно, его потрепало. В наше время многие водители даже не знают, что в автомобилях когда-то была третья педаль. И что переключать скоростя не сложно, а даже интересно. А вы за автомат или за механику? Я за дедовский способ. Так надежно. Я же села. Да, новый владелец решил, понятно, что находку продав. Но не хотел заморачиваться и вкладываться в реставрацию. За авто вот в таком вот состоянии просит для старта 25 тысяч долларов. Никому не надо, а? А вот такую вот находку поднял мой подписчик. Смотрите, ух. И показал мне, а я понятно, что вам. Главное, поднял ее на лугу. Металл похож на бронзу, тяжелый и в хорошем толстом слое посеребрения. Помыл, как вы уже поняли, и получилась вот такая вот заморская красота. И нет, это никакой не червь-переросток. Это настоящий дракон, но не по нашим мотивам. Что за такой подсвечник? А я думаю, это именно он. Понятия не имею. Я такое вижу впервые. Будут мысли. Но как бы там ни было, находка приятная. Ох, такой драконище. Да, если у вас есть интересная находка, фото и видео к ней. А главное, желание поделиться. Все нужные ссылочки есть под видео. Там много чего есть. Также есть мой инстаграм, вэкад. Заходите, смотрите. Если кому-то надо, пишите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok